Библиотеки Казахстана постепенно меняют свой формат. Сегодня Кустанайская областная библиотека имени Толстого перешла на новый формат. Теперь это и центр распространения знаний. Она стала четвертой в области, перешедшей в новый формат работы. Теперь наша цель сегодня заключается в том, что превратить библиотеки в третье место для молодежи. То есть, если первое место для молодежи – это дом, второе место – это место работы, учебы, и третье место должно стать – это библиотека, куда молодежь может прийти, поработать и так далее. Для этого мы создаем все условия. К примеру, вот здесь конференция, где мы будем проводить регулярно встречи, диалоговые площадки. Как рассказала директор библиотеки, находится она в привычном для жителей здании с 1979 года. До этого дня были разные изменения, но такое новшество для них, пожалуй, самое масштабное. Теперь, помимо привычных инглиш-клабов и читальных залов, добавились еще три зоны по интересам. Но для библиотеки это только начало нового пути. История областной библиотеки имени Толстого уходит в конец XIX века. И в этом году мы отмечаем 125-летие зарождения библиотечного дела Кустанайской области. За эти годы библиотека пережила очень многие моменты, находилась в разных помещениях. На современном этапе совместно с фарти «Жасатан» с молодежным крылом Норатана открываем «Белемурталаге» или его, иначе называют, каворкинг-центром. Новые компьютеры, небольшие трибуны, настольные игры и курпешки символизируют зоны. Компьютерную, дискуссионную и игровую. По замыслу библиотека станет обителем юного и старшего поколения. Воплотить это в жизнь удалось благодаря спонсорской поддержке. Один миллион тенге выделил Василий Розинов. Будет на регулярной основе проводить мероприятия. Уже есть перечень мероприятий, которые будем проводить, например, букдетинг. Известные люди приходят в библиотеку и рассказывают молодежи, какие книги, например, не читают, какие могут порекомендовать молодежи. Уже сейчас составлен план мероприятий для этого центра. В него входят дебаты, семинары, встречи с поэтами и творческими людьми. А в скором времени планируется открыть еще как минимум две зоны по интересам. К слову, работать библиотека будет и по старым направлениям. Инглиш-клабы, читальные залы, оцифрованный библиотечный фонд и прочее. Алексей Кудрявцев, Камила Солкомбаева, РТН.